Небезопасное соседство в Сенинском районе медведя атакует пасеки сельчан. Пчелиные домики в этом августе хищник разорял уже дважды в двух деревнях. Обе расположены в непосредственной близости от леса. Медведь – животное краснокнижное, поэтому причинение вреда хищнику запрещено законом. Жители вынуждены самостоятельно защищать свои владения и себя. Ольга Масловская отправилась в Медвежий угол. Две ранки он вынул когтями и уволок он туда. Выпотрошенный улей и сломанная в палисаднике слива – это на память о своем визите оставил непрошенный гость. Почерк медведя здесь уже знают. В прошлом году хищник также захаживал в деревню. На глаза не попадался, а вот следы прямо на деревенской гравийке оставил. Я сам сибиряк. Встречался с Тиминой раньше, но здесь нет еще. Очень-очень мандража работает, когда увидишь его такой. Потому что футбольный мячик там в пасте может скрыться легко. Мне страшно. Я даже вот утром, когда встаю теперь, чтобы выйти, я сначала постучу там что-нибудь, чтобы создать шум, а потом уже куда-нибудь иду. Отметился хищник и у соседей. Медовую вечеринку устроил на днях. А это следы медвежьего пира. Всего в нескольких метрах от пасеки. Трава примята, будто катком. На этом месте хозяева и обнаружили разоренный пчелиный домик. Отнесся от улья, возможно, пчелы беспокоили. Ну и здесь, как говорится, завершил свое дело. Чтобы сберечь урожай меда, по периметру пасеки оборудовали сигнализацию. Медведя пробуют спугнуть при помощи шума и других раздражителей. Муж вычитал такое, что они боятся костров, боятся огня. Вот он сжег костры и потные рубашки развешивал. А вот эти вот растяжки. Медведь пойдет, зацепится и сработает. Это простая новогодняя хлопушка. Деревня углы, куда зачистил хищник. Настоящий медвежий угол. Постоянных жителей нет. Одни дачники. Рядом поля с кукурузой и лес. Такие безлюдные населенные пункты медведь считает своим домом. Численность медведя, последних, можно сказать, пять, а непосредственно три года вот этих, конечно, заметно увеличивается. Чем это обусловливается? Ну, наверное, благоприятными условиями для обитания. Это кормовая база, это сельское хозяйство у нас на высоком уровне развито. Медведь занесен в Красную книгу. Республики Беларусь сегодня находятся под охраной государства. Поэтому изъятие диких животных и среды обитания производится, согласно нашего закона, об охране окружающей среды только в нескольких случаях. То есть для научных целей, когда есть угроза жизни населению и в связи там с различными заболеваниями. В Сенинском районе установлено как минимум пять мест обитания косолапого хищника. Родом оттуда и вот эти медвежата. Ранней весной, во время заготовки древесины, шум техники спугнул медведицу. Сутки за берлогой наблюдали специалисты. Чтобы не дать погибнуть животным, их изъяли из дикой природы. Теперь дом медвежат – Витебский зоопарк. Медвежат мы назвали Глаша и Дуняша. Они, конечно, успешно развиваются. Сейчас им уже почти восемь месяцев. Полностью адаптировались к новым условиям жизни. Медведь, он вообще имеет свою специфику. Он очень хорошо приспосабливается. В диких лесах севера страны насчитывается более 450 особей бурого медведя. Наибольшее количество на территории Березинского заповедника. Но специалисты советуют, отправляясь за грибами даже в ближайший бор, не стоит исключать возможность встречи с косолапым. Ольга Масловская, Михаил Христофоров, Агентство теленовостей.